Что хотелось бы отметить в этом году, в отличие от предыдущих лет, каких-то существенных изменений в порядке и условиях приема нет. И, в принципе, те условия зачисления, которые были последние два года, они сохранились и в этом году. Это, безусловно, облегчает работу и приемной комиссии, потому что мы работаем уже по отработанному алгоритму. Ну и в какой-то степени это облегчает и порядок зачисления, и состояние, в том числе по выбору и у родителей, и у абитуриентов, потому что в предыдущие годы данная тематика уже была доведена до автоматизма. Ну, на что бы все-таки хотелось обратить внимание, это прежде всего на то, что, как и в последние два года, обязательным условием для зачисления по конкурсной группе, если по конкурсным спискам абитуриент проходит в первую волну или во вторую волну зачисления, является предоставление оригинала аттестата или документа о профессиональном образовании, ну и также обязательно согласие на зачисление по конкурсной группе. Это является обязательными условиями. При этом в одном образовательном учреждении абитуриент может дать не более двух согласий на зачисление по конкурсной группе, отказавшись при этом от предыдущего согласия, если оно было дано. То есть вот на этом бы я хотел акцентировать внимание, потому что, ну, некоторые, бывает, забывают вот такой документ представить приемную комиссию, ну и не попадают в результате в приказ на зачисление. Безусловно, при выборе образовательного учреждения, наверное, главенствующую роль играют родители. И в целом эта роль, она проявляется не только в период поступления, а уже начиная со средней школы, когда родители выбирают практически очень часто индивидуальную траекторию обучения ребенка, определяя его в школы или с физико-математическим уклоном, или в школы с гуманитарным уклоном, тем целом определяя уже возможности и ограничения при поступлении и выбор той или иной специальности. Ну, когда абитуриент переступает порог образовательного учреждения, он в действительности попадает в другой образовательный мир, он попадает в другие условия подачи знаний, он попадает в другие условия спроса тех знаний, которые в процессе реализации учебных дисциплин даются. И на первый взгляд это кажется то, что этот мир – это мир вседозволенностей, что это мир более свободный, это мир более независимый, но и осознание того, что это далеко не так, приходит тогда, когда наступает первая сессия, сессия, наступает время сдачи зачетов, наступает время сдачи экзаменов, ну и вот вспоминается, может быть, та вольность, которая оказалась достигнута при поступлении в образовательное учреждение высшего звена. Конечно, со временем это все уже осознается на ином уровне, но вот эти ошибки, они порой приводят к необратимым последствиям, что ребенок бывает иногда даже вынужден покинуть образовательное учреждение. Те специальности, которые мы реализуем в нашем университете, они в целом определяют хорошую возможность профессионального роста. Особенностью обучения в нашем университете является то, что мы даем целый ряд образовательных программ, которые, на первый взгляд, могут отличаться немножко друг от друга, но, с другой стороны, они сочетаются друг с другом, и это позволяет очень гибко выстроить свою профессиональную траекторию. Наши выпускники могут работать и в проектных организациях, и на строительных площадках, и в органах государственной власти, и в органах законодательной власти. И, в общем-то, вот те компетенции, которые мы даем, они позволяют достаточно успешно себя реализовать в любом из этих направлений. При поступлении в наш университет мы учитываем индивидуальные достижения абитуриентов. Количество баллов, которое максимально может быть добавлено каждому абитуриенту, составляет 10 баллов. Эти баллы складываются у нас из баллов, которые мы определяем или оцениваем сочинение. Максимальное количество баллов, которое может быть получено за сочинение, это 4. Ну и целый ряд других индивидуальных достижений учитываются, такие как, ну, допустим, наличие золотого значка ГТО при соответствующем подтверждении документов. Это волонтерство, это золотая или серебряная медаль, это участники Всероссийской Олимпиады школьников, это участники, призеры и победители других Олимпиад, это участие в конкурсах, Олимпиадах внутренних, которые учреждаются уже непосредственно нашим университетом, и критерии оценок, по которым прописаны в правилах и порядке приема абитуриентов на текущий год. То есть мы стараемся учесть все возможные достижения, которые определены правилами приема. Ну вот, еще раз я говорю, максимальное количество баллов, которые могут получить абитуриенты, составляет 10. Музыка 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 Музыка